здравствуйте если кто смотрел мое предыдущее видео то помнит что я столкнулся с непредвиденной неприятностью образовался фон от блока питания который вот когда я работал сняв вот эту часть эмаранца то все вроде было нормально я подобрал транс хороший мощный а потом когда поставил на место возникал такой крайне неприятный довольно сильный гул фон 50 герц он шел от трансформатора вот поэтому я решил как каким-то образом устранить эту проблему а заодно и вам рассказать в чем состоит проблема провести маленький ликбез ну естественно в рамках мультяшного винтика и шпунтика то есть во первых а я по образованию не электрики не электронщик я кончал конечно нормальный инженерно-экономический институт и на первых курсах нам давали электротехнику и сопромат мы учили теорию машин и механизмов и в том числе там как работает асинхронный синхронный двигатель и что такое косинус фи но сейчас я все это благополучно естественно забыл поэтому мне пришлось самому немножко посмотреть литературу в интернете и хотя бы там какое-то первичное представление я не ну и плюс до этого как человек увлекающийся радио я что-то имел естественно когда я углубился в эту тему сильнее и глубже то оказалось я многого не знаю и вот самое печальное что вот когда лет десять назад когда я начал заниматься таким и у нас были хотя бы какие-то специалисты сейчас то поколение уходит новое я не уверен что нет наверное кто-то конкретно там по блокам питания может быть специализируется или там по трансформаторам но среди широкой общественности вот среди круга увлеченных людей у меня таких нет был виталий который вы там трансформаторы перематывал и знал как что все нет виталия к сожалению и замены нету поэтому приходится что-то самому доходить до чего-то что-то конечно отрывочные сведения какие-то подчеркнуть из интернета в общем проблема большая скажем так прежде всего я хочу немножко так в трех словах сказать о том что такое блок питания что такое трансформатор потому что многие люди наверняка так кто-то гуманитарий кто-то когда-то учил и она ему там не надо было тут же забылась поэтому я как потом майкл фарадей делал опыт и я вам продемонстрирую там то что я делал а пока теоретическую часть блок питания состоит там из трансформатор не современный современные блоки питания импульсные они маленькие но и не имеет свои достоинства но применительно к такой техники старой винтажной они не очень подходит данный момент почему это отдельная тема потому что там считается что трансформаторный блок питания может мгновенно реагировать на изменение нагрузки там скажем от тихого фрагмента музыки к громкому а а импульсные он имеет какую-то задержку честно скажу что в моей практике когда-то попался то ли 909 то ли 919 sharp это как три семерки только с японского рынка и поскольку там стоял блок питания на 100 вольт его заменили на импульсный сказать что он хуже звучал вот я не могу так сказать ну тем не менее считается что вот нельзя ставить такой блок питания я не буду ни с кем спорить поэтому блок питания импульсный у нас остается как вот самый самый последний вариант когда мы ничего другого там не подберем но уже придется сдаваться я не исключаю такой возможности потому что вот все что я делал удовлетворительного результата я пока не достиг так вот блок питания состоит первую очередь из трансформатор и трансформатор это такая определяющая вещь который задает собственно говоря мощность блока питания это трансформаторы бывают повышающие понижающие в данном нашем случае нужен понижающий там скажем с 220 вольт как у нас сеть например там грубо говоря до 12 вольт ну бывают там другие напряжения трансформатор может иметь там несколько обмоток ну для винтажных магнитов такого практически я не видел не слышал может быть есть какая-то там может быть индикаторы какие-то люминесцентные я такого не знаю поэтому обмотка обычно одна вторичная и все ну она где-то может быть там 9 вольт там 12 вольт и даже целых 15 вольт по переменке а потом когда выпрямляется ток там пересчитываем мы за счет электролитов в общем там на 1 и 4 умножаем это корень квадратный из 2 я не буду формулы вдаваться просто запомните корень из 2 это 14 умножаем и минус если там диодный мостик стоит два диода как всегда проходит в том или ином направлении ток а каждый диод он где-то у него 0 7 вольт а потери вот минус 1 и 4 поскольку через два диода вот можно так прикинуть сколько будет на блоке питания на выходе если вас скажем на входе там 9 вольт то на выходе где-то будет вольт 13 наверное где-то так ну плюс еще там под нагрузкой больше будет падение без нагрузки напряжение на трансформаторе будет выше то есть при работе на холостом ходу я позвонил моему приятелю которые занимаются тем что там чинит и изготавливает ламповые усилители но такой практик он без всякого образования он сразу говорит буш трансформатор по мере холостой ход у него если говорит там будет больше 30 миллиампер все выбрасывает звука не будет на таком трансформаторе я попытался померить у меня к сожалению прибор на на переменке он почему-то силу только не мерил итак самый широко распространенный трансформатор это вот такой вот тут есть первичная обмотка тонким проводом намотана иногда бывает предохранитель стоит там где-то 0 15 ампера вышуток маленький напряжение высокой ток маленький а вторичная обмотка тут намотана толстым проводом ну и ну и предохранитель соответственно за счет того что то у нас больше там становится ну я не знаю в зависимости от потребляемой мощности от силы тока он где-то может быть один ампер один и шесть ампер там два два с половиной ну в общем в зависимости от того что нам надо то есть на первичной всегда меньше на вторичной стоит больше ампераж потому что если у нас понижающий трансформатор вот например как этот написано 220 на 12 соответственно и сила тока обратно пропорционально напряжению на некоторых трансформаторах но не на этом бывает например если на 220 вольт рассчитано там два вывода бывает три вывода третий вывод для того чтобы это не для того что там подключать 110 или там 127 вольт хотя такие тоже бывают со средним выводом нет бывает еще внутри там прячется предохранитель который сгорает от перегрева от увеличения силы тока ну то есть он дает вам одну дополнительную жизнь вы можете открыть изоляцию отмотать но она если у вас замотанной изоляции можете вскрыть и заменить предохранитель или хотя бы его на коротко закоротить и таким вот образом спасти трансформатор на японцах я так редко видел а так в основном там тайвань и прочее там довольно часто бывает возможность вам еще как говорится продлить жизнь аппарату если не стоит предохранитель на первичке а их на магнитолах практически не ставят я не видел там что первичку там редко редкого немцы какие-то видел вот трансформатор он позволяет первую очередь гальванически развязать сеть нашу которая там обладает огромной энергией с вашим аппаратом который потребляет эту энергию раньше например во время войны делались приемники у которых не было гальванической развязки и было например там у вас сеть 220 вольт выстраивались лампы поочередно все в одну линию соответственно падение напряжения 220 вольт распределялась на всех лампах и поэтому накалами не были где-то там 13 вольт это 40 вольт ну чтобы набрать а 220 вольт и иногда было там балластная лампа и все время забыла как она называется вот если вам не хватало напряжение накала или там лампочек подсветки вот она там отбирала эту часть напряжения они эти приемники бестрансформаторные очень тщательно изолировались они изолировались все это металлические части потому что вы могли случайно коснуться даже там шасси которая вот казалось бы что от него может быть и стар стоя на каком-то не очень так сказать диэлектрическом покрытие вас могло просто убить хотя бы даже с точки зрения гальванической развязки то есть сети между собой первичка вторичка никак не соединяется если вы там коснулись чего вас шандарах нет сила тока не больше чем скажем вот он трансформатор может породить но не для этого делают трансформаторы а для того чтобы вам скажет повысить или понизить напряжение в зависимости то что вам надо вот у нас все магнитолы они питаются скажем батарейные отсек у них где-то дает 12 15 вольт там или 6 зависимости от этого у нас и трансформатор применяется такой который дает обычно трансформатор немножко дает больше чем батареи ну в силу того что так сказать наша электроэнергия по сравнению с батареями намного дешевле стоит и батареи там если батарейки можно было бы там они стоили копейки и ставить их можно было везде слушать но поскольку батареи все-таки вещь такая что есть возможность использовать сеть конечно лучше использовать сеть это дешевле и лучше для аппарата и собственно говоря даже громче будет потому что мощность получается более высокой от сети потому что сила тока там хотя нет батарея не довольно большую силу только имеет но напряжение там поменьше но это в принципе к делу особо не относятся если я где-то там что-то ложенулся неправильно сказал вы извините за головой говорю вот я себе тезисы какие-то написал бумажки но пока еще не заглядывал не параметры трансформатора это напряжение сила тока в данном случае на вторичке потому что мощность у нас определяется произведением силы тока на напряжение которое порождается на вторичной обмотке а также еще очень важна частота дело в том что чем выше частота тем получается больше мощность и за счет этого можно делать меньше размер трансформатор совсем маленький можно сделать на данном аппарате поскольку он шел для японского рынка у него там 60 герц и по всей видимости стоял там намного меньше трансформатор который обеспечивал с питанием такой довольно большой и мощный аппарат принципе можно конечно там сильно за и заехать в нас во все эти гистерезис и намагничивание там насыщение перемагничивания я не буду потому что я тебя точно не отношу к сказать большим знатокам я думаю что это нами не надо нам надо что главное чтобы трансформатор и чтоб у него было железо побольше потому что от этого зависит мощность обмотка вторичная была соответствующего диаметра потому что ну понятно что чем больше толщина обмотки там диаметре тем больше можем ну в зависимости если железо позволяет и первичная обмотка позволяет тем больше ток мы можем получить ну там есть эти конечно все потери у нас там на вихревые токи но примерно кпт такого трансформатора где-то 80 85 процентов есть еще тороидальные трансформаторы они более эффективные они меньший размер занимают но это примерно такие трансформаторы чтобы понимали я раньше как-то с ним относился не очень хорошо потом когда почитал да это действительно хорошая вещь трансформаторы бывают разные конечно могут быть там шеобразные пластины могут быть п-образного так соединяться двер я сейчас на этом не хочу заострять ваше внимание бывает даже такие трансформатор с какого-то японцы я не помню то ли типа кути 77 то ли еще какого-то я снял такой плоский трансформатор я покажу его разберу сейчас тут стоит пермоловый экран для того чтобы наводки не не были и потому что видимо ограничено было место для трансформатора и соответственно стояли какие-то другие блоки на который трансформатор мог давать наводки соответственно он оборачивался таким вот пермолое пермолой это сплав из так называемого мю металла я сейчас не буду говорить конкретно какие ну вот самая эффективная защита и хранирование это в данном случае пермолой там есть еще какой-то железо но есть сейчас туда не полезу мне когда-то была проблема когда я поставил трансформатор и он на в деле делал наводки я где-то снял такую вот пластину распрямил согнул ее соответствующим образом поставил у меня все проблемы ушли естественно я решил пойти простым путем как вот прошлый раз мне удалось я взял вот конкретно эту пластину пермолой его там немножко подогнула поставил радостный включаю фон идет точно такой же ничего не помогло общем мне полез читать литературу там пишет народ что естественно обычные трансформаторы дают много наводок поэтому надо ставить или хорошо экранированные или же тароидальные там трансформаторы тароидальные вроде бы в пять раз меньше дают наводки хочу сказать что изначально когда аппарат ко мне попал я уже и забыл даже а потом посмотрел у себя на магнитоле это было кажется ровно 10 лет назад то стоял там трансформатор который вот со всех сторон был вот такой забронированный ну он маленький несчастный и на нем задыхался усилитель я честно говоря думал что я выкинул куда-то но потом знаете вот эта натура ничего не выбрасывать я полез и как в той передаче малахова пусть говорят что мы нашли прапрапрадедушку такого товарища и привели его в студию вот и я его нашел и притащил конечно не прапрапрадедушка а сын его потому что прапрадедушка это был у нас японский какой-то трансформатор не исключаю что он наверное был тоже так забронирована в экран чтобы не давать наводки но этот трансформатор я померил напряжение которое он дает он дает всего по переменке 8 вольт то есть у нас ты плюс объем его вес тут железа мало провод у нас тут 05 я посчитал по формуле в которую из интернета вытащил там написано что ну максимум пол ампера может быть поскольку у меня трансформаторов целый ящик у меня полез нашел вот такой трансформатор по моему это или от 939 или же от 800 его перематывал виталий тут написано у меня перемотан но я даже и и не стал рисковать его ставить потому что по размеру вроде бы он подойдет наводки я боюсь будут точно такие же какие вот того трансформатора которого я до этого применял я достал другие трансформаторы и начал экспериментировать я вот помню немножко покажу как экспериментировал японский трансформатор какой-то стоит с какого-то аппарата здесь это вторичка уже один миллиметр диаметр провода ясно что он большой такой 11 вольт то есть то что надо казалось бы вот сам это ставь и не грусти я поставил был фон был эти наводки ничего не смог сделать взял от 9191 трансформатор вот он такой вот видите даже со всеми этими переключателями дума ну уж 91 91 то вы ну что тут классный то же самое что советский вот этот размером такой же как этот что советский что японец они по размеру примерно одинаковые почему я сижу что и мощность у них одна и та же и собственно эффект получился тот же самый фонит они ты причем как-то один канал больше второй канал меньше но тем не менее жить с таким фоном нельзя я у себя нашел тор вот такой вот но у него было 16 с половиной вторичная обмотка первичность если 220 ток у нее был 1 и 6 ну думаю простор у нас вообще тишина молчание возьмем отмотаем я отмотал провод вот сколько мне пришлось отмотать это где-то порядка чуть меньше пяти метров на каждый вольт приходилось где-то наверное витков 10 12 ну вот таким вот образом я отмотал до 14 вольта на холостом ходу а когда подключил к аппарату он давал 12 вольт ну в общем то что надо именно после выпрямления получалось 16 вольт а поскольку у нас электролиты тут стоять 16 вольт ну вот практически то что надо я начал его ставить ориентировать он тоже самое делал наводки я потом вам покажу и получается что среди всех этих трансформаторов несмотря на то что они относительно мощные а мы а мощность я проверял вы знаете как я просто подключал вот автомобильную лампу а 55 и 60 ватт и они довольно хорошо работали самый лучший был в принципе и и тура отлично работал но что делать с фоном можно было конечно вернуть этот чахуточный который стоял но я хотя бы поискал порылся и у себя нашел по размеру по магнитопроводу точно такой же только он 12 вольт этот я пробовал на лампочку автомобильную ничего не дает не горит лампочка у этого лампочка как-то хотя бы горит нет я не могу сказать что она так горит как вот надо освещать дорогу нет она так горит нормально но 12 вольт здесь у написан да действительно проверял после выпрямления где-то будет наверно вольт 14 может быть 15 без просадки конечно это пол ампера ну по мощности где-то 12 вольт ну хорошо пусть будет 14 вольт умножаем на пол ампера 7 ватт маловато маловато но пока у меня другого решения нету честно скажу что я в тупике у меня еще нашелся какой-то трансформатор вот такое тоже вот он забронирована весь в экране советское что-то тут 25 вольт сколько он дает я еще не испытывал его предохранитель здесь знаете как на советских предохранителях хрен ты прочитаешь сколько там ампер сейчас попробуем 6b а 1 что-то такое не знаю но я не уверен что тут магнитопровод больше чем у этого но этот по весу минимум раза в два наверное легче чем вот вот этот трансформатор я решил попробовать тот трансформатор который у меня стоял где-то неделю назад да это все катаваси пока я там не решил так сказать вы вытащить аппарат освежить его он точно также фонил то есть я думал что хотя бы этот не фонит нет он тоже фонил магнитолог особенно моноблоках там где есть возможность подальше оттащить трансформатор куда-то в сторону собственно так и делать обратите внимание трансформатор стоит где-то вот далеко от платы усилителя или как как каких-нибудь других ответственных блоков и это правильно потому что вот скажем я отвожу на какие-то 15 сантиметров и все тишина гробовая там шипение конечно есть стоит мне приблизиться и сразу начинается этот гул поэтому чем дальше трансформатор тем лучше в моем случае может быть имело смысл где-то трансформатор поставить в колонку уже съемная колонка поэтому или же просто знаете как вот эти пляжники у которых отдельных блок питания но для этого аппарата он такой тяжелый еще таскать отдельно трансформатор ну блок питания я имею перед тем как перейти к физике и физическому эксперименту это не моя фраза есть такая передача там я забыл называется там где интересные физические явления разбирают я у себя порылся и нашел ну пермалой нашел и пермалой в экран и нашел у себя два блока питания они вроде как похожи но немножко разные это один от трех семерок второй то ли 909 то ли 919 он еще 100 вольтовый здесь написано 100 вольт 12 100 вольт первичка 12 вольт вторичка 36 вольт ампер но это перемножено здесь у нас стоит 3 амперный предохранитель 3 ампера на 12 как раз 36 и получается ну и плюс еще на 60 герц поэтому моща у него нормальная а вот на трех семерках тут у нас стоит два с половиной ампера поэтому получается три семерки наверное слабее здесь ничего не написано какие напряжения но я так помню где-то те же самые 12 вольт а поскольку кстати я я посмотрел провод по толщине не брать не буду по моему толщина одинаковая здесь у обоих вот три семерки и условно говоря три девятки может быть действительно с трех девяток снял не уже не помню мне вообще виталий перематывал свое время но это не перемотанное это еще такой обычный в общем трансформатор это не просто так себе я не знаю как я раньше вот где-то трансформатор горела брал ставил вроде она не гудела почему сейчас будет для меня загадка вот честно скажу что такие наводки хорошо перехожу вам сейчас покажу как она вот как составил этот транс и что они выдают как муки на напряжение померяю сейчас здесь сколько она дает и трансформатор который последний стоял советские 220 на 12 вольт посмотрим вот смотрите он дает 13 с половиной вольт 13 и 6 вот она только мерить не буду я просто покажу как лампа горит например тут даже две видите и ближний дальний свет очень ярко так что потоку проблем нету с этим трансформатором есть проблема с фоном сейчас и подключил громкость у меня будет на серединке стоять ну вы услышите если мало будет я добавлю сейчас я просто вторичку подключил так я подпаял меня у меня аппарат стоит на акзиларе смысле линейный вход и вот смотрите я имитирую как я ставлю трансформатор вот и поворачивают вроде есть такое положение когда вроде и не очень-то научить это половина громкости все на все если на бок ладу то же самое попробуем пермовой практически эффекта нету здесь термовой поставим мало помогает термовой его пластина но я использовал от того плоского транса оборачиваю где он возбуждается причем когда мы отводим его дальше все фон пропадает то есть это не связано с электролитами совершенно вот на бок положил вроде меньше гудит сейчас попробуем полную мощность ну ладно больно половинку сейчас другие трансы покажу как работает вот трансформатор 91 91 переключатель стоит на 220 вольт в общем как полагается сейчас фона нет никакого приближаем его но так как бы он был бы прикручен до но фон поменьше скажем так по-честному с таким фоном можно жить знаете вчера фон был на порядок сильнее сейчас я еще раз я просто своим ушам нет не верю вот видите чуть-чуть поворачиваю практически фона нету опускаю но трансформатор должен стоять еще зависит видите от глубины куда он просаживается ну на порядок лучше честно скажу что я даже поражен сейчас вот если мы близко и подводим сюда а если мы пластину поставим я пластина ничего не играет это у нас вот возбуждается и тут тоже ну так еще жить можно вот в этом месте почти ничего сейчас я еще один японский транспорт включу вот по я подпаял я так думаю что что-то типа японского трансформатора кстати говоря вот у нее видите три вывода которых я говорю это первичная обмотка вот здесь предохранитель стоит между этими выводами тут который вам дает возможность хотя бы один раз его спасти сейчас подключаю 220 тоже умеренно скажем так на порядок меньше нежели тот советский который вот тут у нас стоит здесь можно найти позицию у нас на пятерочке громкость громкость да нет у нас даже на десятке громкость оказывается стоит это терпимо вот есть точка где относительно терпимо вот здесь вот значит это высота который будет прикручен он пластине приближаемся сюда возбуждается в принципе годится но этот транс тоже вчера гудел очень сильно я даже вот в смятении думаю что случилось но советский это гудит без вариантов троидальный который должен меньше всех гудеть по науке вот я его далеко держу сейчас подношу его сейчас подношу его меняется тон гула переходя слева на правый канал но так чтобы определить такую точку где вообще не ничего не слышно мне не удается вот я пробовал кстати вот тут магнитный экран попробовать вроде бы что-то надавало меньше было нет ну не особенно то есть тор который должен нам был пять раз ослабление почему то он такого эффекта не дает что делал и и ну и 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 это можно поставить но подальше вот ну вы знаете как ловить это положение выискивать его там чтобы прикрутить к той пластине шасси ты на пару градусов поворачиваешь и все меняется или на 3 миллиметра сдвигаешь нет не пойдет такой вот решил поставить вот этот вот экранировки посмотрим что он даст ну 12 вольт я так понимаю он выдаст конечно да он выдает 12 вольт сейчас постараюсь вам показать это 120708 короче 12 вольт по переменке на холостом ходу он дает посмотрим как он будет работать мощи явно ему будет не хватать но хотя бы насчет фона проверим эту теорию насколько это экранировка снижает а лампочку сейчас попробуем еще подключить потоку тут тут максимум пол ампера будет светит как-то так я подпаял его сейчас включим движение посмотрим как он будет работать этот транс но фон не сильный скажем так терпимый мы попробуем сейчас станцию включить экранировка помогает конечно ничего не скажешь как он будет работать и 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 он явно не годится по мощности сто процентов вы знаете вот этот транс который первый я поставил он сильнее всего создавал помеху у меня сейчас не подключен я пошел взял точно такой же транс подключил его и сравнил с 91 91 трансом 91 показал самые лучшие результаты практически ничего нету transit 91 91 показал самые лучшие результаты такой умеренный очень даже можно сказать тихий фон меня сейчас громкость вывернута до конца поскольку у меня есть еще выбирать я взял подключил вот практически такой точно транс ну вот другой скажем так ну и смотрите вот я его подношу до возбуждение есть вот сюда ближе сюда меньше но она умеренная вот 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 здесь практически такого булла и нету для ориентировки я вот заметил здесь есть стойка в которую вкручивается винт вот здесь она и от нее я буду отмерять ну что там именно к этой стоечке я отметку сделала куда надо сделать где надо сделать отверстие чтобы прикрутить транс вот я ближе приближаюсь его сейчас покажу вам совсем близко в битве будет сюда все разворачиваю то да ну вот на таком расстоянии сейчас вполне терпимый фон с этим жить можно и только когда его сантиметров на где-то 25-30 оттаскиваю тогда вообще фона нету ну вот здесь тоже хорошо но она будет выходить за габариты вот как у нас тут близко сюда да возбуждается а вот здесь вот не особо скажем так пожалуй знаете от добра добра не ищет наверное я его оставлю потому что он не намного хуже чем 91 91 показала результаты я не поленился еще один трансформатор советский достал точно такой же идти как эти два смотрим как он ну это на всю громкость максимальная вот если поверну а вот этой точке вполне нормально то есть если мы прижмем его к стеночке вот здесь и вот на таком расстоянии сделаем его вполне вполне рабочая получается схема но я думаю один из этих двух последних и использует наше первый это был ужасен просто ужасен вчера делал том что и шарповский и еще там японец абсолютно такой же наводку давали просто вот реально такую же в смысле не такую тихую а вот как тут первый трансформатор как первый трансформатор влияет не зря в кассетных деках их поворачивает какой-то угол сюда ближе более высокий google более высокочастотный губ сюда вот низкочастотный вот я приподнял его гугл исчез короче от глубины от азимута очень сильно зависит очень сильно зависит для каких-то других целей может это и не важно какой трансформатор но в данном аппарате оказалось это просто даже такая критическая позиция а по мощности он хорошо я так нагружал на всю с этими хлюпаньем конечно динамиков но тем не менее там лампочки особо-то и не притухали он сюда его нет где-то тут моего и расположен понятно что когда я в сторону отвожу все пропадает ну тут компромисс ну вот резюме вчера 9191 фанил точно так же как и вот этот транс а сегодня он молчал я не знаю как партизан практически зато среди трех одинаковых вот таких трансов один вообще прекрасно выступил второй чуть похуже а первый который вот я даже написал здесь фон вот визуально они одинаковые а тем не менее этот фонит как собака или я не знаю если собака фонит а этот относительно неплохо работает ну что меня напрягло то что вчера они все фонили а сегодня видите ли только вот этот вот фонит а остальные более менее и что расстроило тароидальное который должен был вообще там тише воды ниже травы и тем не менее он точно так же фонил короче говоря вот теперь ставлю такой советский обычный который меньше всех фонит и я думаю на этом по блоку питания можно поставить точку от по возбуждению динамика не знаю не знаю пока идеи нету все пока всем